так всем привет сегодня у нас на ремонте такой агрегат звуковая карта внешняя soundblaster модель sb 1300 но в соответственно внешне здесь питание от micro usb можно оптический кабель подключать выход наушники микрофон здесь у нас есть подключение к playstation xbox и компьютеру рычажок с этой стороны усиление микрофона сверху есть кнопки connect плюс-минус громкость mood отключение звука и всякие примочки какие-то здесь по бокам в общем при включении он раньше загорался и соответственно все работало теперь подключение кнопки здесь не светится но прибавляет убавляет громкость появляется значок на выходе у нас не микрофон не колонки не работают не наушники соответственно его разобрал здесь 4 винтика снимается добрался на платы в общем здесь я посвятил тепловизором при подключении греется цифрового аналога преобразователь этот 2 вт 1728 а может быть он в козы и рядом с ним еще что-то грелось то ли резистор только андер щас попробую еще раз посмотреть под тепловизором возможно даже делаем не в не в чипе а именно в том smd элементе на всякий случай я заказал вот эти цапы чтобы быть уверенным если в нем дело то заменить они уже пришли для начала попробуем с меньшего именно smd элемент сейчас я подключу проверю какой именно элементов показывает в то что он нагревается видим начну в козы от него может быть уже и сам чип неправильно работает так как я подключил его в компьютер здесь ничего на соответственно не светится есть нажимать на плюс то там на экране у нас вроде бы появляется значок громкости он пытается типа прибавить убавить вроде как с виду все рабочее должно быть но звук не выходит и лампочки не светится все сейчас посмотрим в тепловизор в тепловизоре видим что он показывает на чип кстати smd уже что-то и не не видно может быть конечно не должен греться потому что он вроде преобразовывает звук цифровой звук в аналоговой для выдачи в наушники или в колонке но там и лучше пока что вариант что дело в нем почему-то мне казалось что рядом что-то еще светилась но сейчас уже не видно все еще отдельно сам посмотрю например на картину так вот выглядит другой стороны я тоже пробовал просвечивается вроде ничего не греется что процентов 90 что в нем дело надо пальцем тоже чувствуется что тепленький но по тепловизор не особо что вы прям грел сон но и си плата только он сейчас греется показывает 32 градуса 33 так что будем надеяться что в нем дело я не зря купил чипы потому что по одному их не продавали пришлось купить 5 штук это довольно таки дорого вышло ладно пока на паузу так продолжаем видео с ремонтом звуковой карты вроде бы она заработала но не совсем понял что произошло сейчас расскажу какие последние действия были произведены так пришел в общем нет этот ее чип цапон же 1728 а вот старый я выпаял новый запаял подключил ничего не изменилось также реагировал на клавишу громкости но лампочки не загорались и звук не выдавал на выход вот хотел разъем перепаять но так и не стал перепаять просто пропаял дорожки ничего не изменилось этот чип как грелся под тепловизором такой как старый так и новый в общем плюс еще вот этот чип греется не помню написано в общем дело тоже наверням оказалось потом в итоге я скачал с сайта производителя драйвера еще раз на программу удалил с компьютера и скачал как бы файлы прошивки для обновления какие-то там хотя и до этого скачивающего когда не выпаял чип все запускал ничего это не дало то есть как бы я и получается обновлял файл как бы файл обновления запускал но он не находил звуковую карту в общем ничего не выдавал драйвера ставились программа запускалась в ней не как бы при нажатии ничего не происходило звуковой карт не реагировал на изменение параметров в этот раз я еще раз скачал драйвера установил и запустил файл обновления прошивки после этого как только я запустил файл здесь вот есть 1307 сейчас наверно запустится в общем там было два файла прошивки я запустил первый попавший скачанный после этого звуковая карта засветилась боковые клавиши вот эти боковые лампочки и появилось окошко с предложением обновить прошивку на устройстве после обновления он стал определяться компьютером и все заработало но что конкретно привело к этому я так и не понял сначала подумал может быть связано с windows 10 но я подключал старые еще со старым чипом и к windows 7 ничего не появлялось и на работе по моему на windows 10 у нас он работал так что возможно все таки дело в чипе было но я не уверен на сто процентов возможно после перепайки его нужно было перепрошить так как наверное он пустой я не знаю как это действует в общем здесь где-то наверное куда-то эта прошивка зашивается но вряд ли в цап какой-то мне кажется из других чипов но тем не менее это привело к успеху вот сейчас вот выдает устройство не подключено по моему также мне выдавал еще мне вариант возможно был провод плохой но я пробовал несколько проводов со всеми было одинаково как бы клавиша громкости сработала звукоподключения устройства происходил но ничего не сгоралось чтобы не быть голословным сейчас я все это соберу обратно что продемонстрирует что все работает 10 2 и тут 24 самореза я не уверен вообще вот эти ли самореза потому что их осталось во первых три во вторых не верю что они вообще отсюда но попробую на них заверну тому что разворачиваются здесь пластик точно тут самореза другие не нашел поэтому когда разбираешь на долгое время уже сложно потом вспомнить на чего ты заворачивал все это делал на все в коробочке в отдельно сказать чем сейчас беру продолжим так вот при подключении загорелись синие огоньки правда еще должны при нажатии загораться дать и надписи пока вы чего-то не мутит как бы срабатывает тогда она тоже не работала получается когда нажимаешь мут начинать моргать вот эти лампочки что типа отключена нажимаешь они перестают моргать звук плюс-минус как работал так работает вот connect по моему тоже как-то должен влиять однократное либо долгое нажатие на что-то ничего не случалось вчера вроде что-то происходило и почему-то перестал при нажатии загораться то эти буквы то есть они включают режим при нажатии что-то не то но звук идет в наушнике надеюсь микрофон тоже сейчас работает наш микрофон вчера проделал тоже работал что такая оказия непонятная мутер пробовать нам на этой устройстве звук записывать на стримах проверю как это происходит нужно быть поковыряться вот в этой программке soundblaster полно всяких параметров здесь при нажатии загоралась как раз левой кнопкой вот кристалл нойз загоралась правая кнопка они диск ну короче вот эти клавиши тоже через программу загорались перестали загораться что 5 я накрутил похож понятно но гон что работает произошло неожиданно несет есть микрофонное усиление 10 компьютер xbox ps3 лишь connect я не помню что делать по включает просто устройство но она уже включила сама есть вот есть еще как беспроводная фигня здесь снимается и можно вставлять какую-то карту беспроводную чтобы видимо звук по bluetooth можешь передавать и не знаю еще оптический ход есть и оптический ход кстати прошлый раз пробовал когда еще не работала через но тоже звука не шел интересно сейчас звук будет идти и лучше он лучше должен быть чем через микрофон сейчас передает в общем так будем считать что ремонт удачным если что-то еще интересное будет запишу пока что всем пока так по скрипту еще раз переустановил драйвера и все-таки клавиша ты слева засветилась и справа теперь тоже светится чудеса какие-то непонятно как это происходит но как-то нестабильно вроде бы работает но вот эти функции взяли сами себе пропали потом 5 появились непонятно красный вот на вот 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 Продолжение следует...